Всем привет! Сегодня, как видите, я не накрашена, это значит, что будет очередное видео из серии Собираясь со мной. Я хотела бы вместе с вами попробовать какие-то новинки косметики. Я старалась выбирать те бренды, которые, ну не то чтобы не слишком популярны, о них просто недостаточно говорят на YouTube, как мне кажется. И давайте вместе убедимся, как же они работают. Я уже нанесла свой увлажняющий крем и все остальные этапы корейского ухода. Мне очень нравится вот этот крем. Он такой увлажняющий, очень базовый, не слишком дорогой. Это марка Dear Klairs. На зиму и вообще к весне, мне кажется, очень хороший вариант. Для начала давайте нанесем базу. Как? Я буду краситься и посмотрим, что из этого получится. У меня сегодня будет база от марки Rimmel. Написано, что здесь есть SPF 25. Я предполагаю, что здесь и физические, и химические фильтры. Белая, прозрачная, довольно жидкая. Так. И, в принципе, не написано, что она должна делать. То есть как? Защищать от воздействия окружающей среды, улучшать тон кожи. Очень приятно пахнет. Под глаза, наверное, не надо наносить. Пока что я не наблюдаю каких-то видимых результатов. Кожа не слишком жирная и рука по ней не скользит. То есть я привыкла к более жирненьким базам. Кожа как будто стала более гладкой и ничего не скатывается. Это уже хорошее начало. Пока что у меня нет ничего нового среди тональных кремов, поэтому я воспользуюсь старым, добрым Bourjois Healthy Mix. Я видела, что у Rimmel вышел какой-то дышащий, легкий тональный крем. И когда у нас будут скидки, я обязательно его куплю. Воспользуюсь вот таким спонжем от Real Techniques. Он так быстро разваливается, что я даже не знаю. Может, я как-то с ним не так обращаюсь. О, по-моему, наконец-то есть тональный крем, который мне подходит по оттенку. Я ничего вам не закрываю этим огромным зеркалом. Оно у меня из Китая и очень удобное. Что касается нанесения тонального крема этим спонжем, то все довольно приятно. Но я читала где-то слухи, что они стали не такими прочными, как в начале. Сколько в этом, правда, Бог его знает. Ну, а так эффект мне, конечно же, очень нравится. Раньше я просто обожала это тональное средство, но после перезапуска он стал не таким увлажняющим, что ли. И он не всегда красиво ложился на мою иногда сухую кожу. Вот, но сейчас на этой базе все выглядит очень даже прилично. Блин, если бы не вот эта припухлость. Девочки и мальчики, наконец-то наступает тот момент, когда я попробую новые консилеры от марки Люкс Визаж. Я специально даже ничего не сводчила, хотела сделать это вместе с вами. Первый из них, тон 4, он слишком темный для меня. Вот этот тон 1 светлый, кстати, с желтым подтоном. И мне кажется, что он будет все-таки светловат для меня. И возьмем тон 3. Все, была не была, наносим. Видите, даже прям так сильно закручены. Аппликатор небольшой. Я не собираюсь покупать, кстати, консилер от марки Makeup Revolution, потому что он точно будет очень сильно сушить. Оттенок, как мне кажется, подходящий. Так. Ну, он не слишком плотный. Ну, что скажете? Как по мне, очень даже неплохо. Его можно наслаивать. Точно. Дружок, не скатывайся, плиз. Мы все тебя полюбим. Знаете что, нет никаких неприятных ощущений. То есть, чувство стянутости, он, скорее всего, не будет застывать. Но хорошо было бы, если бы он схватился на месте и потом не мигрировал. Попробую немножко наслоить в этом месте, где у меня проступает краснота. Ну, знаете ли. Пусть консилер немножко посидит под глазами без пудры. Мне интересно, что произойдет. Девчонки и ребята тоже. Я все никак не могу перестроиться. Не обижайтесь, пожалуйста. Я еще вчера планировала сегодня снимать видео, поэтому специально перемыла свои любимые кисти. Подставка для сушки у меня от моей подписчицы. Но, похоже, вы можете купить на ebay. Я специально для вас поищу и оставлю ссылку. Но на днях ко мне обратилась марка, ну, точнее, представитель бренда Muba и предложили попробовать их кисти. Причем я так поняла, что ко мне обращались из Украины. Я согласилась попробовать эти кисти. И через несколько дней посылка приехала ко мне из Кракова. И теперь вот мне интересно, где производят эти кисти. И мне достались натуральные кисти. Я вот буквально только распаковала, еще ни разу ими не пользовалась. Выглядят они очень красиво, интересно. Это натуральная деревянная ручка и ворс очень-очень мягкий. Мне сложно сказать, какой у них ценник, потому что все, что я вижу сейчас в гривнах, приводит меня в шок. Потому что я привыкла к курсу 8, то есть 9 лет назад, когда я переезжала, было приблизительно так. И сейчас, даже когда я приезжаю, мама говорит, что сметана стоит там 15-20 гривен, уже точно не помню. Я как так, было несколько гривен. Вот, поэтому вы уж, пожалуйста, загляните на их сайт, если вам интересно. Посмотрите и сами оцените, насколько это дорого. Потому что если я перевожу в злоты, то очень даже доступная цена получается. Кисть для пудры тоже из натурального ворса. Хотя это очень универсальная форма. Можно и для контуринга использовать. Приятная кисточка, но вот это прям вообще. Также есть кисть, которая сначала напомнила мне кисточку от Циева для бровей, но она гораздо тоньше. Она из синтетического ворса. Это только первое впечатление, девчонки. Я еще сама все буду изучать. Мне очень понравился вот этот ершик для расчесывания бровей. Он прям такой стильный, я не могу. Это коллекция Барокко. И из той же линейки есть отдельная кисть в тулусе. Давайте ею нанесем хайлайтер. Ну это прям какое-то коллекционное, наверное, издание. Я не знаю, просто это натуральная ручка. Она как будто из папируса что ли. И мне кажется, что она может пачкаться. А так как она светлая, то все-таки с ней надо обходиться очень-очень осторожно. И вот в этом тулусе, знаете, все сейчас говорят, там Циева, наверное, это самый популярный бренд. И я, конечно же, с удовольствием захотела попробовать что-то новое. Вот. Здесь коллекция, которая называется... Не написано. Просто она с такими стальными ручками. Кисти не слишком большие. Они чуть более тяжелые, чем эти. И это уже синтетический ворс. Буду пользоваться и теми, и другими. И здесь так. Есть кисть универсальная для пудры. Мне кажется, что для контуринга больше подойдет вот это. Хотя и под глазками все можно закреплять. В общем, девочки, какие кисти есть, такие и будем использовать для глаз. И, ну, пока что кисти кажутся очень мягенькими. И некоторые из них упругие. Как, к примеру, вот эта кисть карандаш. Короче, давайте разбираться уже на деле, а не так просто. В посылке также были вкладыши. Я вижу, что у них есть очень много разных линеек. Именно с вот такими ручками. И выглядят они очень даже профессионально. Ну, давайте. Будем наносить все остальное. Я в шоке. Консирер под глазами практически не скатался. Это при том, что я на ночь снова напилась воды и немножечко припухшая. Я просто вечером занимаюсь спортом. И после тренировки Кати, я занимаюсь с Катей Harmony Your Beauty. Мне очень хочется пить. Сейчас у нее вышла такая специальная программа, которую я собираюсь приобрести. И 6 недель проведу с Катей и приведу себя в форму к весне. Так, пудра, которую я сегодня буду использовать, у меня от бренда Luxe Visage. Написано, что это матирующая пудра. Пудра-фиксатор бесцветная. Таким образом она выглядит. И хочу попробовать вот эту кисть. Она такая прям мягусенькая. Пудра не пылит как-то. О, давайте сделаем так. Под один глаз я нанесу пудру вот этой натуральной кистью, а под второй, вот будет прикол, если это синтетика. Ну, короче, возьму вот эту кисть под один глаз и из того набора возьму вторую. Да, пудра действительно бесцветная и прозрачная. Я абсолютно ничего не вижу. Также пудра практически не пылит. Все остальное я также припудрю при помощи этой кисти. Видите, она не пылит. Ну, как сказать. Наверное, это не самая мягкая кисть, которая у меня есть в коллекции. Но она очень приятная. До нанесения пудры мне все нравилось гораздо больше. Честно. Давайте спасать ситуацию. Возьму такую пудру от L'Oréal и нанесу ее поверх спонжем. Это вовсе не обязательно, но надо было не припудриваться. Пудр бывает. Эту пудру, в принципе, можно использовать вместо тонального крема или спасать такую ситуацию, как у меня произошла сегодня. Она не слишком плотная. И для того, чтобы поправить макияж в течение дня, очень даже здорово подойдет. Или если вам не хватает покрытия, то просто спонжем или вот этой губкой наносим. Я просто хочу, чтобы она оставалась чистой. Брови я буду красить при помощи карандаша от Наташи Шик. Он у меня в оттенке Тауп. И вообще-то я всегда выбираю все самое светлое для бровей, потому что мне кажется, что тогда общая картина, то есть мой макияж получается более нежным, гармоничным и не перегруженным. Но вот этот оттенок мне не кажется слишком серым. Ну что ж, поехали. Я так осторожно буду им все прокрашивать, потому что я вижу, что он сразу отдает пигмент, как тени. Ой, я так отвыкла от карандашей, вы не поверите. Интересно, у Наташи есть более пшеничные цвета? Или оливковые? Что-то в этом духе. Получается очень натурально, но можно и наслоить. Так как у меня не оказалось никаких альтернатив гелей для бровей, он у меня всего один. Гель от Анастасии Баверли Хиллз я не очень люблю, потому что я предпочитаю прям сверхсильную фиксацию. Раньше у меня было по-другому, но с тех пор, как я начала пользоваться этим гелем в умеренном количестве, то есть я научилась наносить его на брови, я поняла, что мой макияж лица полностью изменился, потому что брови, они все-таки как рамка. Вот, буквально немножко. Какое-то это зеркало слишком огромное для макияжа глаз и для того, чтобы вы хоть что-нибудь видели. Вот, все, этого достаточно, я потом так приглаживаю осторожно брови, и они остаются в одном месте на весь день. Сейчас, видите, я не набираю повторно продукт, я просто укладываю волоски так, как мне это надо. У меня волосы на бровях, скажем так, довольно длинные, и мне хочется их удержать на одном месте, чтобы они потом не впадали мне на глаза. Господи, это так странно прозвучало. Ну а как по-другому объяснить? Мы же тут с вами не профессионалы. Так, брови готовы. Я должна сказать, что качество карандаша просто, если вы даже не умеете оформлять брови, то с ним вы без проблем справитесь, он не слишком прорисовывает кожу, он не ложится какими-то пятнами, он без проблем распределяется. То есть, если где-то слишком много получилось накрасить, вычесываем щеточкой, он выглядит как тени, еще более натурально, я бы сказала. И что еще? Когда я наносила гель для бровей, в случае некоторых средств, гель забирает то, что мы красили ранее. Здесь интенсивность не потерялась, и, ну, мне кажется, что если кто-то не разбирается в косметике, то можно подумать, что у меня от природы вот такие ровные брови. Теперь нанесу базу под тени, хочу попробовать люмине. Одна польская блогер, Алина Роуз, может, кто-то из вас ее знает, в свое время очень ее советовала. База имеет легкий оттенок, слегка бежевый. Чуть-чуть возьму. И она не жирная. Уже сразу это ощущаю. Мне кажется, что такая текстура больше придется по вкусу тем, у кого по-настоящему жирные веки, а не так, как у меня, склонные к сухости. Цвет самого средства буквально немножко выравнивает оттенок века. Если вам есть что перекрывать, то этого будет недостаточно. Но ложится ровно. У меня сейчас так чешутся руки использовать вот эту новинку от Smashbox. Я боюсь, что это какое-то лимитированное издание, поэтому спешу вам о нем рассказать. Дело в том, что здесь довольно яркие, такие интенсивные, интересные оттенки. Но все они применимы в жизни. И даже вот этот малиновый смотрится на глазах очень интересно. Если вы не планируете покупать что-то такое в отдельном экземпляре, я хотела бы показать вам несколько альтернатив. Во-первых, это румяна от NYX. Ими я сегодня тоже воспользуюсь, но хочу как можно больше всего на себя нанести, чтобы вы смогли посмотреть, как это все работает, а не просто послушать мой обзор. И, к примеру, если у вас уже есть подборка базовых нейтральных оттенков, вы можете их разнообразить при помощи ваших румян. У меня, к примеру, здесь есть вот такие румяна. По-моему, их тоже уже нет в продаже от Mieslin. Но один к одному румяна от Luxe Visage в оттенке 14. Они с красноватым подтоном. Или похожий оттенок есть у Inglot. Это уже тени в оттенке 303. Или вы можете использовать вот такую палетку и добавить румяна. В общем, здесь все просто, мне кажется, основывается на вдохновении, на инспирации. Поэтому позвольте мне сегодня попробовать вот эти тени. Точнее, как? Я ими уже красилась, но хочется показать и вам. А вот я еще вспомнила, что у марки Цоива, Зоева, Зоева все произносят по-разному. Есть палитра с красным оттенком. Или, как вариант, самая горячая новинка NYX тоже с красно-малиновыми тенями. То есть, видите, вариантов есть очень-очень много. Я сейчас возьму серо-коричневый оттенок из палетки Vivienne Sabo. Она у меня в тоне 1. Наберу на кисть вот эту и прорисую складку века. Единственное, что мне не очень нравится именно в этих маленьких палетках от Smashbox, это зеркало. Потому что оно, как мне кажется, слегка искажает. Может увеличивает, но если долго в нее смотреться, то глазам становится некомфортно. На нижнее веко тоже нанесу этот оттенок. Если вы меня спросите, почему я не накрасила ресницы, как обычно, а потом не нанесла тени и просто забыла. Кстати, консилер сейчас выглядит неплохо под глазами, но мне кажется, что его слегка подпортила пудра, которая мне не подошла по типу кожи. Теперь я взяла кисть поменьше, набрала вот этот матовый оттенок. Он уже с легкой теплинкой и добавлю его тоже в складку века. В качестве основного оттенка или базы он для меня сейчас темноват. Поэтому, если вы такая беляночка, то у вас будет похожая ситуация. Эти кисти отличаются от кисточек Циева. Смягчаю границу, как будто бы. Дальше я возьму очередную кисть из набора, и она не совсем плоская. То есть при помощи вот этой побольше и второй вы без проблем сможете делать небольшую тушевку вот прям в самой-самой складке века. Довольно универсальные. Мне почему-то хотелось бы, чтобы они были чуть короче. Вот прям на 2 мм. Но мне кажется, что это просто дело привычки. Возьму вот этот золотой оттенок, нанесу буквально немного на кисть, потому что я хочу, чтобы макияж получился воздушным. Если вам нужен вечерний макияж, тогда берете кисть прям совсем плоскую, а еще лучше сбрызнуть ее каким-нибудь фиксатором для макияжа, например, фикс плюсом от MAC. Вот таким образом поступлю и немножко снимаю с кисти, потому что это синтетика, и потом нечего винить тени. Просто синтетические кисти как будто, не как будто, они по-другому набирают тени и переносят их на века. Ну, видите, что ничего не осыпается и просто дело техники. Господи, какая техника. Я самоучка и не все у меня получается сразу, ну, видите, без заморочек каких-то. Из этой же палетки Vivienne Sable я возьму румяна, или как это понимать, они очень красивого цвета, это розовое золото. Вау! Прям невестошный такой цвет. О, да! Сейчас я начинаю переживать, потому что темные оттенки и синтетическая кисть это не всегда good idea, поэтому скрестите пальцы. Берем темный цвет, чуть-чуть наберу его и сниму немножечко. Если он сейчас осыпется, я расстроюсь. Пока? Окей. Все-таки мне нужна кисть поменьше. Вот и попробуем все. Ну, как бы вы сами все видите, да? Ничего не осыпается. Не хватает мне еще одной растушевочной кисточки, поэтому возьму вот эту и слегка все подтушую. Дальше возьму малиновый, набираю на кисточку, проделываю все то же самое, это очень важно. И немножко добавляю поверх шоколадного. Ммм, это прям вот вкусно. и этот же малиновый оттенок я добавлю на нижнее веко. Немного шоколадного. Он у меня уже здесь есть. Вот я подвинулась к вам чуть ближе, чтобы вы все смогли рассмотреть. Мой объектив не позволяет прям все снимать вблизи, но я обязательно куплю новый, чтобы вам было виднее. И мне кажется, что издалека даже незаметно, что на мне есть малиновый оттенок. Но он очень красиво оттеняет глаза и вообще придает какой-то такой интересности, изюминки образу. Рисуем стрелки. У меня сегодня черная подводка от марки Риммель. Очень тоненький аппликатор у нее и я люблю такого плана подводки. Завиваю реснички. Здесь никаких новинок. Это Шу Уэмура. Немного накрашу реснички при помощи туши от Кико. Эта лимитка, наверное, ее уже нет в продаже, но черт. Никак я не могу накрасить так. И все равно испачкала века. Ну ешкин кот. Я тут так подумала, скорее всего эта кисть даже больше подойдет для бронзера или скульптора, потому что она такая длинненькая и немного острая. То есть на вот эту часть саму концовку набираем продукт и потом общей площадью растушевываем. Сейчас попытаюсь сделать именно так. Беру средство от Vivienne Sabo. Вот эту палетку. Я не знаю, какая здесь пигментация. Если я буду сегодня с пятнами, то простите. Это первое впечатление. Такс. нет, ничего не пятнит, но все-таки она больше подходит для бронзера, чем для скульптора. Вот малышка как раз сейчас вообще в тему была бы. Очень красивый оттенок скульптора. Ой, для бронзера мне кажется вообще будет огонь. Ну и хайлайтер, так как мы договаривались с вами, я прям боюсь ее запачкать. Ого! Он довольно светлый. Очень красиво смотрится этот хайлайтер, должна признаться. В нем нет частичек, просто такое влажное сияние получается. Я не люблю матовую кожу, поэтому я сейчас полностью нахайлайтер это скорее даже не персиковый хайлайт, нет, хотя изначально мне так показалось с холодным переливом. Очень красивый, многим понравится. Теперь возьму вот эту кисть и румяна от NYX наберу прям осторожно и нанесу на щелки. Очень необычный оттенок получается. Вы можете по-разному смешивать все цвета. Вообще эта линейка у NYX именно румян, хайлайтеров они по-разному называют их. Мне очень понравилось. И как тени я их тоже использую. Девчонки, последнее, чем я сегодня займусь это губы. Я бы очень хотела обратить ваше внимание на новые карандаши от Luxe Visage из линейки Pin Up Ultra Matte. Ребята из Luxe Visage спасибо огромное за то, что вы присылаете свои новинки. Я еще очень хочу попробовать их кисти. Так вот, здесь настолько классные оттенки. Это просто о май гад. Это во-первых. Во-вторых, пигментация и стойкость. Здесь есть как нюдовые. Значит, самые любимые сейчас, которые я специально только что пошла и разыскала среди своих сумок, это 207. Это прям такой довольно темный нюд, очень приглушенный, холодный. Скорее всего, сегодня именно его и нанесу. Дальше оттенок 201. Наверное, в каких-нибудь аналогах люкса расскажу о них. Он тоже холодный, но уже посветлее, потому что они вообще не уступают маку. Хотя, если честно, они еще более комфортные в нанесении. Оттенок 203 розовый нюд. Прямо такая пыльная роза. Ну, я думаю, что каждая из вас найдет оттенок для себя. 203 тоже нравится. Я всеми пользуюсь. Я даже маме отдала один, который у меня повторялся. И остальные оставлю себе, буду пробовать для того, чтобы постоянно вам о них говорить. Но также есть оттенок 209. Это яркий такой... Посмотрите, какой свотч. Это яркая фуксия в стиле канди ям-ям. Девчонки, есть красный, прям вот такой ярко-красный. И еще темный 210. Я, как обычно, буду ходить разрисованная. Вот, только посмотрите. И они очень-очень комфортные. Я прям вот настоятельно советую вам их разыскать. Ну что, давайте возьмем 207. Самый любимый на данный момент. Это прям фавориты зимы. Вообще, снять такое видео я вам столько всего обещала, но собиралку вы просили в инстаграме, поэтому давайте сегодня с этого начнем, но я помню о маке и обо всем остальном. Так, хватит болтать. Не мешало бы его подточить, но мне уже лень идти за точилкой, если честно. Для меня это просто мой оттенок губ, только лучше. Чуть более насыщенный, но я бы хотела родиться с таким оттенком, честно. Так, бьюти-блогер, я пошла за точилкой. Вот так гораздо лучше, да? Это кайф чистой воды. Они практически, нет, они просто не стираются. Видите? Они очень стойкие. И мне очень хочется нанести какую-то кремовую помаду. Возьму одну из тех, которую я очень люблю в последнее время. Это марка Paezo. Они стоят около 10 долларов и по качеству не уступают помадам мак. У них очень интересная магнитная упаковка. Девчонки, я помню о том, что я отложила для вас несколько очень красивых оттенков, но в следующий раз как-то сделаем конкурс, возможно, проведу его в инстаграм, потому что когда я организовываю что-то на ютуб, я пропускаю очень много вопросов от вас, потому что желающих поучаствовать очень много, и когда я соберу такую небольшую коробочку очень классных средств, тогда мы 14, мне сейчас больше всего нравится 14 и более светлый 13, это приглушенный розовый нюд, ну а как вы думали, но я уже показывала вам во влоге, что там есть очень много разных оттенков, и они очень комфортные. На этом мой макияж готов, я очень довольна тем, что у меня сегодня получилось, я надеюсь, что вам было интересно узнать о каких-то новых брендах, посмотреть демонстрацию новинок, если вам в целом понравился образ, то не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, на этом будем с вами прощаться, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.